здравствуйте у микрофона михаил шмазаров 487 выпуск на канале шах и мат 31 декабря 2023 года на дворе петербург огромное спасибо за теплый прием концерт на мой взгляд был великолепно выступление вот это шоу 3 февраля булочная 15 февраля смоленск и 4 апреля краснодар билетов мир точка ру но это такие анонсы они большие а мы сразу к делу семён слепаков человек с таким надменным взглядом который строил из себя такого добряка он исполнил песню песню которая является ничем иным как глумлением над памятью погибших воинов тех ребят которые получили увечья тяжелые тех парней которые стали героями защищая нашу родину и герои защищают нашу родину на передовой но семён слепаков решил что а спою кая да а спою кая накинул израильскую национальную накидку толит и спел ой да то не волки воют за околицей это вьюга затянула песню свою ты не плачь сынок сыночек успокойся баю-баюшки баю песня колыбельная злобной вьюги зря боишься ты сыночка просто слишком мал еще и душою чист есть у нас страшнее враг моя кровиночка это враг сыночек укра нацист от него проклятого все наши невзгоды если бы не он могли бы жить не тужить очень жаль ванюша что тебе лишь три года и не можешь ты пойти кропов крошить низкий вы какой вот число такое чувство брезгливости появилась к вам а на днях в джинине был рейд израильской армии погибло 10 палестинцев а чего ж вы не спели вот про израильских солдат ну чё ж вы не спели про них боязно боязно почему боязно а потому что в израиле таких песен не прощают вполне справедливо понимаете если вы споете такую песню в израиле то мамочки вот этих солдат мамочки над которыми вы поглумились а мы таки знаем что такое еврейская мама они вам устроит очень веселую жизнь без яиц правда в будущем поэтому и не спели и никто кстати не спел и никто ничего не сказал после рейдов джинин да семён слепаков вот такая вот грустная с вами приключилась история и знаете вот наверное многие вещи можно простить но не предательство которая человеком трудно который пытается вот какая-то особь подчеркнуть да я предатель низкий мерзкий такой предатель ешьте вот это вот да семён ну знаете скажу от себя скажу честно я вас не разочаровался просто с возрастом начинаешь людей чувствовать да и вы наверняка людей чувствуете я вот людей чувствую никогда не испытывал там да талантливый парень талантливых ребят много есть намного талантливее но вот нету чувства разочарования потому что не очаровывался а те кто очаровался но мне их просто жаль ну а ладно не семёном слепаковым едином идем дальше у нас есть прекрасное издательство ст а при этом издательстве есть редакция елены шубиной ох как много елена шубина авторов бездарных то нарожала для наших книжных полок и вот смотрите только год начался а канал реал культ раз з пишет первый месяц мог бы пройти без окололитературных срачей но редакция елены шубиной не дали шансом января 2023 итак книга михаила гигомашвили михаил гигомашвили известный автор он был издан во всех странах мира переведен на многие языки что же он пишет мешок михоги а он написал книгу чертово колесо знаете вот какие цитаты да вот он вот русский мир ничего кроме презрения и брезгливости сегодня в мире не вызывающая вокруг главного мерзавца шайка танкашеих рабов-убийц нетопыри моральные уроды спецы по ядам снайперы бригады киллеров выкидывающие неугодных в окно герои по перерезке губ по перерезке как же у вас работает редактура по перерезке горло и расчленение трупов эти друзья и подельники неудачного соединения белковых тел в кремле это а ст крупнейшее издательство в россии елена шубина или вот сегодня россия это преступное образование и блатная империя где обнаглевшая криминальная верхушка чинуши и сотрудники правоохранительных органов дует и насилует покорное быдло и в хвост и в гриву но как же прекрасно пишет гагеляшки гигулашвили михаил гигулашвили пишет великолепно брусит он пишет елена шубина берет этого да я знаю почему я вам объясню почему а потому что раз подвинули глуховского раз убирают улицкую раз убирают акунина нужна замена на площадку выходит михаил как же раз гигулашвили михаил гигулашвили известный русский автор да книга стоит кстати книга стоит 900 рублей или 1400 магазина вы бы так достоевского по таким ценам продавали то а выбрали них у никого гигалами а михаила гигулашвили а вот еще цитата как его солдатам не быть ворами они тоже хотят сделать что-то полезное например украсть ношенные трусы изнасилованные убиты ими женщинами это про наш солдат елена шубина проталкивает и отослать подарок в родной славный город рубцовск где уличные собаки периодически загрызают детей и бездомных а волков надо отгонять палки когда сидишь орлом при минус 35 дворовом сортире вот издательство ст внутри на сначала года понимаете как у них есть замена вы торпедировали глуховского яхину а мы вам нового мы вам гигулашвили да вот такого хорошего автора да но вот так народ то ни лицом не вышел ни душой да а жду гигулашвили задают вопрос к ультрас а сейчас у миши кончились деньги на наркотики а у елены шугиной кончились мозги это задает вопрос канал ультрас ну вот так поэтому когда вот говорят да да меняется медленно меняется но меняется обстановка к лучшему но все таки же может как-то бы ускорить лучшие процессы чтобы не возвращаться к прошлому потому что возврата к прошлому то уже не будет это многие должны понимать потому что настроение у народа такие что не дай бог вернетесь а мы идем дальше и задаемся вопросом где выпускают свою продукцию монстры портативной электроники ну конечно же в китае конечно же там потому что дешево удобно и быстрее но после этого apple остается apple а самсунг остается самсунгом и никто после этого не говорит что apple китайский другое дело когда речь заходит о наших производителях до избравших такой же путь далеко за примерами ходить не надо прекрасные шикарные наушники cgpods от тюменского производителя по функционалу круче чем apple стоит в 4 раза дешевле чем apple 5000 рублей по исследованиям яндекса cgpods самые востребованные наушники на территории нашей страны но находятся умники которые заявляют что cgpods это никакие не тюменские наушники это какой-то ноу-нейм с алиэкспресса ну конечно же вы не слышали ничего о китайских поделках да тот же кейс тот же дизайн практически не отличишь но внутренности совсем другие усить же подс антенна больше чем у китайского ноу-нейма плата современнее cgpods дольше держат зарядку и не допускают рассинхрона усить же подс огромный 10 миллиметровый динамик обеспечивающий прекрасный звук у китайца маленький динамик который дают очень плохой звук а также у китайского ноу-нейма нет фишек таких как влагозащита и допустим ударопрочность 220 килограмм выдерживает кейс от cgpods четкую передачу голоса у cgpods обеспечивает микрофон точно такой же как у apple тюменские наушники cgpods гораздо интереснее китайских реплик если вам нужны достойные наушники покупайте ссылка на промокод и скидку 200 рублей в описании к этому видео ну а мы идем дальше а мы идем дальше дальше что у нас ой ксения собчак гражданка израиля пишет аркадию гайдаеву сегодня сто лет ну правильно вчера это был да какая хер разница правильная аркадий гайдар или леонид гайдай какая хер разница как писали вот главное тель-авив научитесь писать правильно там могут спросить а все остальное аркадию гайдаю сегодня сто лет тут вообще сложно что-то добавить успешной при жизни не забытый сейчас заново открываемый нынешними интеллектуалами от кинокритики а вы про себя типа я ксиша интеллектуал от кинокритики и не исключено ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй а слово то не исключено мы пишем нераздельному нет пишем да что существование фэшн индустрии советские люди узнали именно от гайдая ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй не исключено вместе фэшн индустрия ну я я всегда глушал что вы грамотны вы грамотная умная женщина грамотная умная женщина ну вот ай кто это друг синие собчак она пишет мой друг и талантливый музыкант илья прусикин теперь иноагент иноагент мой друг илья прусикин на талантливый музыкант посмотрите какой талантливый, с ноготками сладкий Илья Прусикин. И умный какой, когда я его интервью посмотрел в режиме перемотки. Прямо за него он такой умный и порядочный и честный. И главное, друг Синий Собчак. Подобное притягивает подобное. А вот еще один друг, Илья Варламов. Вообще надо сказать, что я порядком заебался. И тут же... Знаете, что самое ценное? Самое ценное, когда находятся люди, которые готовы тебя поддержать. Комментарии первые. Мерзада Хабибов. Подрачи, говорит. Подрачи, бери, да. Кулак подрачи, да. Второе. Крипто-кэт. Да ты и нас бал. А вот еще... Да, Михаил пишет, мой тезка. Да ты за... нам родился. Да. И живешь таким. Илья Варламов. А что заебался-то? Что, сидишь в Твиттере, строчишь, какую-то херню снимаешь на видосах, да? Что там заебался-то? Ой. Вот. Идем дальше. Один... Ксения Ларина пишет. Я не сужу. Я охуеваю. А ей пишет Оксана Королева. Напомните, где территориально вы охуеваете? Ксения Ларина. Не в Москве. Охуевание понятие не географическое и с особой смелости не требует. Ты либо ахуеваешь, а либо нет. А потом говорит, идите в жопу. С огромным удовольствием. Молодец. Не теряйте времени. Я тоже взял обезьяну. Смешная обезьяна. Я с ней бы выпил. А с Ксенией не тот формат, не веселый. Ну вот. Сри. Почему сри? Самопроглашенная российская интеллигенция. Потому что сри. Потому что главное, ну, срой, да. Где бы то ни было. Так, что там у нас? Ох ты, вот он наш красавчик. Наш ты зайка. Мой новый фильм вышел в США. Два других уже сняты. Еще один запускается в производство. Своим примером я постоянно опровергаю. Бред пропагандистов, реакционеров. Реакционеров. Откуда такой слог? Реакционеров о невозможности построения карьеры на Западе. Не слушайте кретинов. Не слушайте кретинов. И всегда боритесь за осуществление своей мечты. Я посмотрел немного этот фильм. Gunfight at Rio Bravo. Вау. Он английский еще до сих пор не выучил нормально. Он говорит интервью. Real Life. Закончил английскую школу. Имени Виталия Мутко. Real Life, говорит. Gunfight at Rio. Вот единственное, что у него получается, и то ненатурально, это сигару. Вот такой весь фильм. Фильм такое говно. Диалоги такое говно. Ну все просто такое говно. Вот просто даже вот этот пресс-волл, это занавеска какая-то обтруханная. Это Евгений Курицын. Да! Он же Александр Невский. Нет. Нет. Это Евгения Курицына и его сестра. А он Александр Курицын. Александр Курицын. Да. Gunfight at Rio Bravo. Редкий кал. Посмотрите, кстати, хорошая комедия французская. Да здравствует Франция. Вот это классный фильм. Вот это супер фильм. А вот это уже не супер. Ой, про кино. Про кино. В Латвии сняли фильм. В Латвии сняли фильм. Молодая врач в советское время рожает девочку. Маленькую кроху. И она понимает, что мир насыщен коммунистами, которые отравляют жизнь ядом вокруг. И она понимает, что она впитывает этот яд. И она решает не кормить девочку молоком, чтобы девочка не впитывала яд с молоком матери. Фильм называется Матэс Пиэнс. Кто смотрел передачу «Здравствуйте, товарищи», там Иху дал хороший фильм такой. Урмас влюбляется в суйсиды, в красавицу. И на 853-м свидании она говорит, я хочу близости с тобой и ребенка от тебя. Это будет диалогия. Член отца будет называться. А молокоматери первая часть, член отца. И значит, и Урмас понимает, что если родится ребенок, вот этот красный гнет, эта машина коммунистическая, она начнет давить его и вдавит этого ребенка в землю. И он берет себе, детородный орган отсекает косой, значит, в поле. Но суйсиды находят его и думают, ведь настанут времена и независимости. Мы пришьем Урмасу этот орган и родим ребенка. И она его бросает в морозильник на хладокомбинате, завернув целлофан. Но коммунисты находят и крошат на пятачки, крошат. И тогда с наступлением независимости Урмасу пришивают мороженую салагу. Ну, это научная фантастика. Он зацовывает суйсиды, ее сестре вынесуты, и рождается их диандр. Хороший сюжет. Можешь снять. Нормально получилось бы, да? Я думаю, нормально. Ой, Господи, гражданин-поэт. Гражданин-поэт переродился. Можем повторить, называется, значит, новая версия, читает Артур Смоленинов. Артур, вы так плохо читаете. Вы такой никакой. Вот простите, но вы такой никакой актер. Примерно как Рената Литвинова, которая сыграла в спектакле кактус, да, ходила там в нарядах от грузинско-французского модельера Денна Гвасали. Надо сделать такую коллекцию Гвасали и Сосали. Гвасали и Сосали. Хорошая, да. Вот. Значит, Артур, ну что? Ну, Ефремов, он актер, Михаил, да. Как там? Не смотри на... А смотреть можешь только с отрицательной на его поступки и на преступления. Да, но он актер. А вы? Вот. А стихи Дмитрия Быкова. Это тетя Розочка Дмитрий Быков наш, да. Андрей Васильев конференции. Если Андрей Васильев конференции, то я не знаю, как это преступление выглядит. Ну и Вася Обломов тапер. Вот так и колесите по миру. Вот это здорово. Это классно. Да. Вот таким квартетом. Квартетом. Ксения Собчак научит. Квартетом. Да. Вот. В Париже они будут. Зенит. Лавалет. Они будут читать. Да. Послушал стихотворение. Стихотворение говно. Исполнение говно. Все говно. Ну, правда. Верьте мне. Не смотрите. Вот. Что у нас еще? У нас, конечно же, танки. Вот министр обороны Литвы Анушаускас, конечно же. Арвидас Анушаускас. Он сказал, у нас нет танков, но есть мнение о танках. Как красиво сказано. У нас нет мозгов, но у нас есть мнение о мозгах. У нас нет извилин, но у нас есть мнение об извилинах. У нас нет совести, но у нас есть мнение о совести. У нас нет чести, но у нас есть мнение о чести. Ну, посмотрим, как вам танки помогут в Литве. На этом, пожалуй, выпуск и завершим. Завершим его рекомендациями подписаться на Кота Костяна Великолепного, на Бесогонники Сергеевича Михалкова и на Ютьюбе, и в Телеге подписываемся. На Алексея Константиновича Пушкова в Телеге, на Саваничи в Телеге, на Голос Мордора Мишанина в Телеге, на Метаметрику, на Иху Москвы и на все ресурсы абзаца. Просто на все ресурсы абзаца надо подписаться. На этом прощаюсь с вами. До встречи.